Бузова та же, она приходит, ой, ребятки, привет, а просто камера выключается, она такая, Серёжа, где кофе? Вот такая, понял, сконченная. Привет, друзья, мне достали парочку зубов, но ролики же выпускать надо, тем более тут Бухар, который рассказывает, почему послал Тудрот. Тудрот? Идите на... Почему Бузова, плохая женщина, и вообще о своём походе на Дом-2. Я тебе реально говорю, там как в тюрьме сидишь. Ну и, конечно же, о серии А, и как он мог там заиграть. Ёлки-матрёшки, тип, простите. Друзья, кстати, хочу сказать, что из этого ролика я вырезал... ...по прямым эфире вместе с тобой посмотрим. Надо брать всё, весь мир, не только Россию. Ты не готов был в Тудрот? Нет, никогда. Он сказал, никогда в жизни в Тудрот, блин, как так? Как ты это скомпилируешь с тем фактом, который произошёл в нашем эфире до этого, когда ты среди четырёх клубов выбрал Тудрот? То есть, вот первый вопрос, почему Тудрот никогда на свете? Знаете, здесь Эрик смотрит видео, объясняет. То, что на том видео, но никогда на свете? Да. Да в том видео это уже, знаешь, там чисто из-за того, что в Амкале нахожусь, типа Шмидт, администратор, и то, что он вот так... Короче, я стою рядом, понял? Мы вот только закончили финал. И я убираю, короче, после своего челленджа, убираю эту, как бы, клеёнку. И он такой, у него спрашивают, кого бы убрал? И он такой ищет глазами, просто вообще, кто рядом стоит. И такой, а, ну, можно Бухару убрать, короче. Я такой, брат, Шмидт, ты что, гонишь? Он говорит, да, чё, похуй, чё, ну, типа, какая разница, никто всё равно не смотрит на эти, на что мы голосуем. Здесь лучше матом не ругаться, забанят твою инсту, могут. А, ну, вот, он говорит, там всё равно всё, ну, уже ребята решили, без наших голосов. Я такой, ну, блин, ну, всё равно зачем? Ну, и вот, и началось вот это. Ну, это не к тому, что никогда на свете реально. Так это не работало. Я не понял, ты просто хотел подыграть Шмидту? Да. Для контента? Ну, получается, нет, не то, что для контента, для... Нахер ты это говоришь? А, нет, ну ты же ему сказал, что ты бы ни за что никогда не перешёл в Тудроц. Да это... Нет, это не на так, как я думал, на серьёзке. Это в тот момент, что я там помкали, камеры снимают, и тоже я говорю, нет. Ну, а по сути-то я к ним как-то не отношусь как-то плохо. Я знаю, ну, на серьёзке. И за тот видос сразу, ну, наперёд, я понимаю твой следующий вопрос. А, ну вот этот видос, который где-то говоришь вот эту фразу про Тудроц. Здорово, чуваки. Вот, сейчас пока... Алло. Тудрос? Идите нахуй. Да, 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 да. Вот, то же самое. Там отсылка, во-первых, к их видосу, того отбора Тудроц, где у них тип так же говорит про Амкаут. Сейчас, можно секунду, пацаны? Алло. Занятой человек. Не, не, идите нахуй, пацаны, а. Амкал звонил здесь. То же самое. Вот, и это, они это выложили, ну, то есть Амкал, видишь, нет, не выложил, потому что, ну, не знаю, наверное, какая-то этика. Вот, и это делалось не из-за того, что какая-то злоба, там, ещё что-то. Но эти вбросы, на этом и живёт медиа футбол тот же. На всех вот этих скандалах, каких-то фразах вот этих. Ну, и как бы это делать для вброса просто. Никакой злобы не может быть на Тудроц, когда я их не знаю. Там, ну, только Эйтана там знал и ещё, может, кого-то. Вот, а так, ну, какая может быть злоба, ну, по сути. Ты же понимал, что если ты скажешь какую-то подобную фразу, оскорбишь Тудроц, то ваше отношение серьёзно испортится. Ну, да, я это понимал, с осознанной головой это делал. А какого ты хотел, ну, что ты хотел получить в тот момент, когда ты говорил про них матом? Ну, в смысле, что хотел получить? Ну, ты хотел, какой реакции публики или Амкала в тот момент, когда ты их послал? Ну, просто какой-то не то, что резонанс. Ну, как это объяснить, не знаю. Чтобы, типа, все потом просто вокруг этого пошли обсуждения? Типа, зачем Бухарек послал? Ну, типа того, да. Ну, типа того. Нет, ну ты же, нет, ну ты просто сейчас ты говоришь, что ты понимал, что у тебя с ними отношения усложняются. И потом говоришь, что ты, в принципе, это сделал обдуманно. То есть, если ты сделал это обдуманно, то конец этой придумки какой должен был быть? Ну, ты какой профит должен был получить из этого? Ну, поддержку, типа, ну, Амкаловских подписчиков больше к этому. А, типа, чтобы ты сказал что-то про дротов, и подписчики, наоборот, тебя поддержали. Слушай, а ты, кстати, ну, ты плотно следил за Амкалом до этого? Ну, как, последние полгода, да. Ну, просто здесь небольшое несоответствие, потому что мы в Амкале, ну, в основном, да, весь, там, год или полтора, как мы пытались отличиться от Тудро, с тем, что они закидывали какие-то прямые темы, ну, там тоже могли в каком-то ролике послать Амкал. Вот, а наша позиция была такая, что мы не отвечаем на провокации, то есть сами первые никогда не оскорбляем, и, типа, и подписчики, наоборот, ценили, что мы такие, знаешь, все, типа, хорошенькие, что Тудро тому не нравилось. Вот, поэтому, когда ты мог послать Тудро, то подписчики, наоборот, могли сказать, типа, братан, это вообще не Амкаловская тема. Но ты хотел немножко, да, чуть-чуть поджечь просто. Ну, поджечь, вот, да, вот слово поджечь. А, по сути, даже после вот этого хейта вообще не было. Может, так человек пять-шесть, типа, написал, и то это Дротовский, скорее всего. Ну, ничего особого не было. Да и я объяснился, потому что, ну, я объяснил, что нет никакой злобы, это вброс, и что здесь нету ничего такого. Сравните те же бои, например, ММА, да, сейчас, пресс-конференции, там, Хардкора и тех, да, как там жестко вообще про друг друга говорят, а это бойцы, да, там, они, ну, это не футбол даже. И как они после боя, там, потом нормально общаются, типа, и... Слушай, ну, просто... Я могу ошибаться, но в боях-то там и прикол, что они друг на друга выпедриваются, а потом по лицу друг друга бьют. А здесь это было бы, ну, не по лицу же, и матча никакого с Тудроц не было. Ну, в общем, если бы у тебя второй шанс выпал, ты бы точно так же сказал, чтобы подогреть. Ну, наверное, да. Ну, это, знаешь, как-то не то, что прям обдуман, вот я говорю, ну, именно как ты захотел и сказал, типа, вообще, похуй. Ну, я понял. Слушай, а вот... Ты обижен, может быть, чуть-чуть на Фикуса за то, что он постфактум это все выложил? Типа, бросил уже после того, как ты начал с дротами общаться? Да нет, ну, тоже без разницы. Ну, не знаю. Ну, ты увидел, что вот это выложили, что Фикус это выкладывает. У тебя нет такой мысли, типа, ну, ты хрен, если бы ты хотел, мог бы сразу выложить. А что ты выкладываешь уже постфактум? Да нет. Так даже лучше он сделал. Ну, так и получилось за то, что я намечал. Так же поджег. А если бы это было сначала, не так было бы интересно. А здесь есть вдвойне. Ну, типа, нет. Ну, вот как человек, он неправильно поступил. А так, как медийная личность, наверное, правильно. И для себя выгоду сделал, и для меня. Ну, как бы, понял. Слушай, объясни, если ты смотрел ролик у Эрика, там Эрик говорит... Да, ну, Эрик звонит менеджеру офсайда вашего, вот этого вашего шоу. Да, и он говорит о том, что ты подошел и попросил устроить тебя автодрот. Ну, там чуть-чуть не так было. Ну, когда Эрик выкладывал первый видос, типа, когда с первого дня отбора, когда мои три... Ну, вот эти вот три удара он оценивал, да? Он там, ну... Ну, там, что-то... Ну, там, Неймар, туда-сюда, интересные слова мне говорил. Вот. Я к себе выложил в историю уже вот это все. Вот. И Саня мне пишет, блин, а что ты к другу-то не хочешь? Я говорю, да ну, блин, можно. И он такой, ну, давай, я с Эриком добазарюсь. Ну, и все. И получается вот так. Он сказал, я тебе потом напишу, что как. И вот так это получилось. А, то есть по факту это не ты ему звонил и не говорил, типа, братан, давай сделай так, чтобы я к дротам попал. А он, наоборот, потребовал тебя, да? Не то, что потребовал, но нет. Ну, точнее, он тебе предложил. Он тебе сделал предложение, типа, давай, братан, ты пойдешь к дротам, а я к дротам, а я договорюсь. Ну, в начале, да. Первые слова, да, так. А сам ты Жеке зачем написал? Ну, потом уже, ну, типа, интересная была бы история после вот этого, ну, типа, вот этого всего, типа, чтобы я залетел на челлендс. Я же не говорил, я не говорил с командой. Просто ты же потом записал еще, мне просто нужно разобраться. А после этого ты записал в машине видос о том, что все это было юмором с твоей стороны по отношению к дротам. Ну, нет, ну, да. Вот эти слова первые, с первого дня отбора, ну, это же юмор, юмор. Ну, это не то, что я думаю про них. То есть я же не говорю, что я думаю, что вы идите, вы куда подальше, да? Вы там мрази, вы петухи, там, туда-сюда. Я же этого не говорю. Не, я просто думал, что ты им наоборот сказал, что ты тогда вкинул свое мнение, а потом, типа, как будто тут троллил тудротс. Нет, да? Не-не-не. То, что вот эта вся тема, что это все, ну, вброс. Я вот про это, что это несерьезно. Вот я про это говорю. И там мои тиктоки, то есть то, что это вот все, ну, рофлы. То, что это, ну, не то, что я там думаю, да? Ну, ты, может, видел сейчас вот тиктоки там какие-то провокационные. То есть, ну, это ничего в этом нет. Ну, ты не опасаешься, что в какой-то момент, учитывая, что ты много зарофлил, что будут проблемы с поиском вообще медийной команды. Потому что всегда будут думать, блин, может, Бухар опять как-то зарофлил и пошлет нас на второй день. Да нет, я так не думаю. По сути, да, вот три команды, ты считаешь только три команды медийные? Ну, по факту четыре. Еще есть и в КДеньги, и на Спорте четыре. Ну, вот. Ну, это же развивается все, эта история. Команд сейчас уже, даже в этом году, я думаю, будет намного, ну, интереснее и больше. Правильно? Ну, конечно. Ну, вот. Ну, и то есть, я не, ну, не прям вижу прям уверенно свое будущее именно вот что-то в этих трех командах. Почему? Ну, есть еще интересный проект, просто я не могу сейчас об этом говорить, типа, ну, не мои они, и не могу я, наверное, об этом говорить. Вот. И то есть, там я спокойно продолжу. Ну, то есть, в принципе, ты ни о каких своих выступлениях вообще не жалеешь и как бы накайсуешь, что так прикольно поджег, и о тебе говорят. Ну, да. Ну, посмотри даже на всех вот, да, участников. Сколько к ним в Инсту подписалось за это время и ко мне, и сравни. То есть, значит, кто, ну, был интереснее. Ну, да. Кто, ну, что-то сделал то, что зацепило внимание зрителя. Там я посмотрел, ну, там на Геру, вроде вот, на Геру после меня больше всех подписалось, там что-то около двух тысяч. И у меня шесть. Это разница. Ну, да. Не, ну, шесть — это хорошо, действительно, да. Слушай, а твое мнение, вот так вот, если столько времени уже прошло, все честно, все логично, да? По начальнику, хочу вам калку. Ну, вот, допустим, Гера сказал, что вот у него Млечный вызвал немного вопроса. Сказал Мармелад, что лучше было бы чувака из народа. О, причем выделили тебя как победителя, говоря, что ты, типа, был очень ярок. Вот если вот сейчас подытожить прямо вот. Ну, смотри, тоже, ну, сначала было, конечно, в первые дни прям, ну, прям жесткое какое-то недопонимание вообще лютое. Прям диком непонимание. Как так вообще? Я на место себя мог увидеть вот на данный, ну, в тот момент, в тот момент только Мармелада на место, вот, Фила, ну, то есть, помнишь, Гера рассказывал, что есть разные позиции. Вот, ну, у них позиция контент, ну, мейкеров, типа, понял? Не футболистов и не, ну, то есть, понял, не футболистов, а именно контент мейкеров. А футболиста Геру я видел на своем месте только. Если бы было так, у меня вообще вопросов бы не было. А когда вот так произошло, ну, с Филом еще ладно, потому что его вообще не надо было просматривать, ну, я это уже говорил. Зачем? Это было ясно, с первого дня все знали, что его возьмут. А Млечный, ну, я не понимаю, почему, чем он доказал. Я к нему офигенно отношусь, нормальный, малый, вообще, типа, никаких вопросов. Ну, просто почему, вообще непонятно. Не знаю, чем он доказал и чем он показал. Гера говорит, что он в финале вообще разъебал, а никто об этом, никто этого не может сказать, что он реально это сделал. Ну, то есть, Млечный, зачитав рэп, просто покорил, получается, вас и жюри, но по факту ни по футбольному, ни по совокупности, по яркости он не должен был, да, проходить, по-твоему? Ну, так и Гера это говорит, что он был полностью весь отбор андердогом, типа, его было не видно, не слышно, и в финале он разъебал. А где это было, непонятно. А чем ты доказал, что ты должен был пройти? Да я не знаю, нет, я не говорю то, что я именно должен был пройти. Ну, для себя я так думал на тот момент. Ну, почему ты в тот момент про себя так думал? Ну, я думал, что, ну, все же вот это вот, ну, то, что, я вообще думал, когда Гера говорил, что вообще будут брать, ну, я думал, уверен был на почти 100%, что будут брать троих. Я был уверен, что я в этой тройке буду, потому, ну, типа, футбол он доказал там, ну, и старался что-то делать на камеру, просто, ну, видишь, не все выкладывали тоже, но я не об этом говорю, ну, что, ну, что гоню на это. Было то, что не все. Ну, конечно, столько народу, типа, каждого реакцию не выложишь, это правильно, правильно. Вот. Ну, я, короче, не знаю, я так думал. Был прям уверен. Получилось вот так, что вообще даже не, ну, о ком не думал. И, ну, тот и выиграл. Смотри, хотелось бы немножко по твоей истории пройти. Она у тебя достаточно богатая, но есть определенные непонятки, в том числе Сипскана, там что-то пытался выяснить. И не только Сипскана, в частности, ты говорил, что ты в детских командах, в том числе на уровне примерки Москвы, очень много забивал, и как-то там ребята поискали и сказали, что, типа, ну, ты там не был, типа, не был лучшим бомбардиром. А я не говорил, что я был лучшим бомбардиром. Я говорю, я же сказал про сезон, когда я перешел в ФШМ, и первый круг, когда мы заняли третье место, у меня хорошая статистика была. Я так сказал. Я не говорил, что я был лучшим бомбардиром или еще что-то. Я бы так сказал. Потому что, когда, ну, я подводил к тому, типа, меня агент подписал, когда, и я поехал на просмотр в Италию. А кто был агентом? Андрей Грушин. Это, я впервые слышу такого. А как он тебя, как он на тебя вышел, как тебя нашел? Ну, смотри, была игра, вот моя первая, ну, как он мне объяснил, как вот меня он постепенно за мной начал следить. Я перешел в ФШМ, и была первая игра со Спартаком, вот в Манеже, в Сокольниках. И мы, короче, проигрывали 2-0, и за 15 минут до конца 4-2 выиграли. Я забил, две голевые отдал. Короче, ну, вообще, ярко провел. Начинаем, это моя первая, первая моя игра была, вот только меня взяли, прям первая игра в старте. Вот. И, типа, он там меня увидел, и потом, ну, в зимнем первенстве, так, пару игр посмотрел, но не стал ничего, ну, мне предлагать, типа, ну, так, думал. И потом первый тур летнего первенства, и я, короче, забиваю Спартаку опять, там, красивый гол головой, как в Англии, понял, там, в дальний угол. Ну, такой реально, прикольный гол был. Вот. И он мне после этой игры звонил, ну, набрал, он узнал там у кого-то мой номер, не знаю, у тренера или у игроков, не помню. И он мне звонит туда-сюда, давайте встретимся там с родителями, туда-сюда, приезжай туда-то, туда-то. Ну, это было вот на, около Москвы реки, вот этот, в Лужниках, короче, там, ресторанчик около реки. Знаешь, где там беговая дорожка, вот эта вот, в Лужниках. Ну, да-да. Ну, и вот, короче, мы там встретились, он лапшу на уши навешал, типа, ну, о чем, мне 16 лет, мама ничего не понимает в этом, типа, и он начал, ваш сын такой габаритный, туда-сюда, я вот как раз сейчас с Бельгии, с Италии на связи, туда-сюда, сейчас его по-любому пристроим в Европу, ну, ему, конечно, у меня глаза, ну, типа, вообще горят, типа, мать, ну, мать, мне ничего скажет, она такая, тоже в шоке. И он такой бумажки эти достает, почитайте там, туда-сюда подписывайте. Ну, и она ничего не почитала, все подписала, ну, там, в принципе, читать было нечего, он левый оказался, потому что вообще нельзя предлагать вот эти договоры до 18 лет. А я, по итогу, она подписала, а я-то нет, и, то есть, когда мне 18 лет исполнилось, там, в разрыве написано было разрывной штраф, там, миллион рублей, но не я его подписал, и, то есть, он стал недействительным, и, короче, я вылез еще хорошо из этой ситуации. А, если бы мне было 18, я бы подписал, тогда бы вот, я бы платил вот эту неустойку. А как он тебе, он тебе сказал, едешь в Италию, за свои бабки тебя повез, или нет? Вот смотри, нас было вот трое, из Чертанова, два типа, и я, и мы платили половину стоимости, типа, половину он платит, половину мы. Ну, он красиво, он очень красиво базарит, понял, прям вот он пел, вообще такие, аллилуйя. Вот, и все, ну, они все повели, все родители наши, ну, они потом все общались, думают, как они повели, ну, они, вот, между собой мамы наши общались, они говорят, как мы повелись вообще на эту фигню. Вот. И мы каждый по сотке, короче, рублей заплатили. Ну, тогда сотка рублей, ну, это, ну, понимаешь, сейчас, как сейчас где-то 1200, наверное, ну, примерно. Вот. То есть, большие деньги. Вот. И мы там были, вот, и вы поехали в Италию. Месять полтора. Да, поехали в Италию к тренеру. Сначала он нам привез, личному тренеру оставил нас с ним, он полностью за нас отвечал, по-любому он им какие-то там деньги заплатил. Вот. А что, погоди, еще раз, вы прилетели куда, в Рим или куда вы прилетели? Нет, мы прилетели в Милан и в Бергамо, ну, в городе Бергамо. Ну, я понял. Вот. И там жили, тренировались втроем? Да, да, да. Ну, то есть, нам сняли, ну, мы в гостинице жили, в одном номере вот втроем, и он нас приезжал, забирал тренер, мы, ну, и до тренировок довозил. Вы там тренировались, тренировались, сколько примерно? Тренировались две недели. Две недели. Ну, именно с ним. Угу. Вот. Потом у нас... там был какой-то непонятный тренер, непонятное поле, вообще все непонятно. нет, там все прикольно было, типа, все, ну, такое, достаточно профуровня, но, вот сейчас, понимая, да, вот как сейчас взрослый человек, ну, все странно. А на тот момент, глаза горели, мы ждали вот этого просмотра, говорили сейчас об Аталанту, Киева, вот такие команды, ну, типа, это прикинь, на тот момент вообще, ну, казалось, что это вообще какие-то небеса. Вот. И ты, ну, даже не думаешь ни о чем, то есть, только об этом. Ну, долго вообще другое все пошло. вот, он нас повез в Альбиналефе, вот в этот, мы там потренировались. Он вас просто сказал, типа, сейчас поедете в Альбиналефе, в команду серии Цепры? Нет, короче, он нас туда послал, просто с ними тренироваться. Вот. И вас там приняли? Вас взяли туда тренироваться? Как он говорит, что да, но только езжайте домой, и вы приедете, мы вас еще посмотрим на серии А в команде, если вас туда берут, то там останетесь, если нет, то сюда вернетесь. Понял? Вот. Типа, как-то... подожди, ты тренировался в Альбиналефе уже, в команде серии Цепры? Угу. И был там в порядке? Ну, нет, реально, ну да, мы выделялись. Нет, не в основе, это же не основная команда, это молодежка. А, вы играли в молодежки. Ну, То есть, вы играли во второй команде Альбиналефе. понял? И, короче, когда он ездил, ему сказали про документы, и мы, он когда вернулся, нам это все рассказал, и мы забили болт на это все, потому что там документы у него вообще дичи полна. Слушай, ну а почему ты тогда, когда рассказывал, ты не уточнял, что ты мог попасть, вообще, возможно, поехать на просмотр в молодежку команды серии А, что, в принципе, ну, невозможно, потому что уже Сергей Пеняев не мог поехать в МЮ и тренироваться в молодежной команды Англии. Почему ты сделал именно акцент, что ты лишился возможности играть в серии А, решил не цеплять... Как в анкете, даже в анкете написано, он начал по анкете же мне, это спрашивать, спасибо. И даже в анкете я говорил, был вариант поехать на просмотр в серию А, я не говорил, чтобы я играл в серии А, или еще что-то. Нет, погоди, ну, вариант поехать на просмотр в серию А и вариант поехать на просмотр в молодежку серии А, это разные вещи. Есть вариант поехать на просмотр в РПЛ, а есть вариант поехать на просмотр в Академию Спартака, это же абсолютно разные темы. Как-то, я не знаю, я на это акцент не сделал, реально без лишних умыслов. Я про то, что, ну, мы всегда как-то между собой здесь, в России, там, вот, если дубль, то все, мы РПЛ, ну, типа, в РПЛ-ку поедут. Понял, там, на просмотр, когда пацаны ездили, его так называли, в РПЛ-ку, в РПЛ-ку. Ну, и здесь я так же сказал, типа, в серии А. Ну, в сути, так и было. То есть, дубль так и, ну, дубль команды серии А же. Вот. И я про это говорил. Ну, и почему ты именно не поехал на просмотр в дубль серии А? Ну, вот, приезжает, ну, малый его Стас Манаев звали, он сейчас вот еще во второй лиге играет, ленинградцы вроде. Вот. Он возвращается, он был в Киеву, вот, на просмотре. Он возвращается и рассказывает, блин, пацаны, ну, уровень нормальный, даже легче, чем он в Чертаново играл во второй. В тот момент, ну, вот, когда мы поехали, до этого он играл во второй в Чертаново. Понял? Да. Вот. И он говорит, вот такой же уровень, ничего такого прям сверхъестественного. Вот. Но то-то, 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 и там прям, ну, такой список документов, которые мы потом поедем. Ну, я показал родителям, они говорят, ну, ты гонишь, типа, это нереально собрать. И еще плюс там было условие полгода прожить там. То есть, за свои деньги, получается. Полгода ты там живешь, да, можешь тренироваться, но, ну, ты понимаешь, полгода в Италии, типа, это огромные деньги. Здесь мы прожили три, ну, по сути, месяц, ладно, месяц за сто с чем-то тысяч, а здесь это сколько? 600 тысяч, там, или даже больше? Здравствуйте. Здравствуйте, Фарзер. Ну, как ты, что ты думаешь по серии А? Какие вопросики? Вот меня интересует, почему вы, вот, молодежь так покупается и едет куда-то непонятно куда, а потом еще рассказывает, что там 30 или 30, оказывается, секунда, не секунда, и у тебя серия А, не серия А. Получается, какая-то тенденция неприятная, точнее, тенденция, когда подписчики не секут. Так это не подписчики, так это Сиба и разнес. Я ему, когда это говорил на интервью, было не так, там вообще все по-другому было, ну, то есть, по словам. То есть, там не было же прям серия А, именно как взрослая команда. То есть, я когда это рассказывал, он мог же, ну, мне помочь вопросом, то есть, то есть, это главная команда или дубль? Типа, я, ну, у меня в голове, то есть, я про дубль думал и думал, это все поймут, потому что 17 лет, ну, какой основа в серии А, блядь. Ну, типа, бред. То есть, ты считаешь, что Сибскана специально недоспросил, чтобы тебя подразвалить немного, да? Ну, так же, а он же, ты же говорил, что он специально давил на всех пацанов, чтобы, ну, проверить на, ну, устойчивость. Там же Малый уехал вообще в Питер, к себе обратно, после Сибскана. Ну, смотри, я могу, мне порушить или, типа, мне, ну, на серьез высказаться? Давай на серьез. Если на серьез, если на серьез, то мне кажется, что просто Челов, ну, типа, наебали. Вот, и... Не ругайся, Маска. О, бля, извините, и, блин, елки-матрешки, типа, простите. Короче, мне кажется, что просто парней обманули. Ну, то есть, там даже, вон, ребята пишут в этом самом, в комментариях, про то, что эта схема уже лет 10 работает. Ну, мне кажется, тебе должно быть виднее, Дим, потому что ты помнишь, даже летом мы с тобой, когда за Мотио немножко так это обсуждали? Ну, короче, ты больше, явно, моего, и, я думаю, большинства здесь присутствующих шаришь за все эти агентские какие-то хитросплетения. Ну, я к тому, что просто, скорее всего, понимаешь, я, честно, не в обиду Бухару, я не думаю, что Бухар так смог бы складно врать. Понял, там прям у него, понял, там у него прям выстроена как-то, ну, последовательная цепочка, и даже какие-то наводящие вопросы, которые ты ему задаешь, он на них в целом спокойно отвечает. Ну, там, знаешь, еще не раз не задумываюсь, поэтому я сомневаюсь, что он врет. Ну, скорее всего, просто им, типа, пообещали эти самые золотые горы, типа, поехали, типа, и их, типа, обманули. Но единственное только странно, Бухар, а ты сколько лет в Академии занимался? Какой именно? Ну, из которой ты поехал на просмотр? Ну, получается, в ФШМ где-то полтора года. Ну, я к тому, что, а там сколько оставалось до того, чтобы ее закончить? Вообще херню, там прям месяца два, наверное. А, два месяца, ладно. А какой был прикол тебя обманывать? Он же ничего с этого не заработал, нет? Мы, ты знаешь, вот я, мы сколько думали, вот все его типы, вот кого я знаю, они очень интересные, может, вы даже знаете, а сейчас в Сахалинце играет в центре поля, как, блин, длинный, забыл фамилию, но не суть. То есть парни реально перспективные, лютые, то есть они в дубле Динамо, в Спартака, и сейчас они нигде, то есть они либо во второй, либо в КФК, по сути, когда они там, вот был тип Спартака, он дублер, и сейчас он играет в КФК вроде тоже. То есть этот в Сахалинце, то есть это тоже КФК, понимаешь уровень агента, который просто развалил, ну, всех типов, которых я вот знаю лично. А какой ему смысл разваливать? Он же ничего с этого не заработал или заработал что-то. Я не понимаю. Я не понимаю. Ну, то есть он с тебя ничего не заработал? Знаешь как, я думаю, как-то на шару он это все как будто делает. Ты даже посмотри про него, про него же очень много историй есть, если порыскать, очень много. О, давай, я порыскну. Как еще раз его забываю? Он в Севилью типов отвозил, шесть человек, и все, он просто их в Испании оставил, а это был, знаешь что, это был лагерь, короче, обычный. А, ну как Рекьяна, наверное. Какой Рекьяна? Я не знаю, я не слышал про Рекьяну. Это был обычный лагерь, он просто их отвез туда, в Испанию, и просто трубу не брал. В чем прикол, я не понимаю, вот. И очень много таких историй. И он же сейчас не в России, он же сбежал из России. И он сейчас типа там серьезный агент в Таиланде где-то. А как зовут? Что? Таиланд. Таиланд топ. А как зовут этого самого агента? Грушин. Андрей Грушин. Андрей? Друшин? Грушин, сам-то Друшин. Там даже этот, господин Маляров написал, что есть такое. Да, Маляр, кстати, его знает. Кстати, да, 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 да. Мы тренировались еще в Интере, Москва. И Маляр приходил, он его знает туда. Не знаю, может, его он тоже туда засовывал, кстати. Ну, может быть, да. Маляр, напиши, Маляр, напиши, это тебя Грушин туда тренироваться пристраивал. А куда Маляр поехал тогда? Я не знаю. Нет, я имел в виду, мы тренировались в Интер, Москва, команда там. Ну, и после того, как ты не поехал, все, Грушин перестал на связь выходить. И сказал? Нет, нет. Он, кстати, мы вернулись, он выходил на связь. Не переживайте, там просто тренер этот мудак, типа, на тренера начал валить. И, ну, и все. И начал обещать опять какие-то горы, и мы от него гасились. Извините, что я смеюсь, я просто нашел Инстаграм-аккаунт Андрея Грушина, и он на аватарке в руках, где поняту земля. Просто, он стоит в костюме. Не, а ты посмотри, насколько у него жестко накручены подписоты. Типа, для чего это? А сколько там? Ну, там что-то 48 тысяч, что-то типа того, наверное. Сколько? 46 тысяч. Ну вот, 46. Он знал, что мы будем его искать. Он выбрал самые сложные никнеймы, чтобы мы не могли его найти. О, вижу! Да, вон он там мир держит. А чтоб ты понимал, он нам на счет втирал. То, что в тот момент Зинченко, что он участвовал в его переходе в Сити, там у него фотка Зинченко была, и это вот был момент перехода. Ты понимаешь, вот насколько все это было с нашей стороны дебилизмом? Слушай, хорошо, а можно тогда... А такой вопрос, смотри, а когда, ну, вот ты занимался в ФШМ, типа я не пытаюсь, я, если что, это самое, я верю. Я просто именно с позиции, что вот когда-то, например, там, ну, тренером в Академии... Меня звонили, извините. Тренером в Академии... Ну, слышно, еще раз. Да. И сказал то, что вот... Слышно меня сейчас? Да-да-да. Ага. Я говорю, когда ты тренером в Академии... Тренером в Академии сказал, что уезжаете в Италию. Я рофлю с этой маски. Уезжаете в Италию. Они как-то пытались вас отговаривать? Ну, типа... Нет, там, знаешь, как произошло? То есть, Чертанова знала, что они едут в Италию, и они, наоборот, поддержали. А у меня было так, что тренер с ним общались нормально. То есть, и он ему сам сказал. Ёлки-палки. Ну, это тогда вообще хреново. Ну, то есть, короче, не было рядом человека, который мог бы вас отговорить и сказать, что пацаны... Ну, а если ты в Москве остался, лучше бы было. Это же Андрей. Да, конечно. Ну, типа, в ФШМ было бы больше вариантов. Там, кстати, тренер был офигенный вратареей, Геннадий Артандилович. Может, слышали? Так. Слышал? Ну, что-то такое. Ну, может, где-то мельком. Даже от него предложение было бы интереснее, чем от Грушина, по сути. И то есть, лучше бы и остался вот сейчас, если думать об этом. Ну, короче, ясно. Все-таки никого ты не кинул, судя по всему, а действительно там агент угарнул. Смотри, еще один вопрос такой. А зачем ты пошел в Дом-2? Ну, типа, что тебя повело туда? Порзер, мальчик, бедный. Да тоже так же, как ты понял, не в хуя просто. Пошел и пошел. Типа, закинули. Закинул анкету и все. Ну, позвали, я поехал. Там еще, знаешь, как получилось? Я ехал в военкомат, короче, в 9 утра. И мне прям, из Серпуха в Москву. И мне прям, я без вещей, без всего, мне звонят. Блин, надо срочно приехать, приезжай, типа. Ну, я такой, ну, я приехал, короче, прям, ну, нечаяк. Прям, ну, так, поел на самотохе. Прям поехал, подстригся и сразу поехал. Даже в военкомат не заехал, так, по сути. И все, и вот так. Ну, там пацаны пишут, что я тоже грушин кинул. Ну, и как тебе Дом-2? Что там интересного? Да ничего интересного. Даже говорить не хочется, если честно. Не, ну, расскажи просто вообще. Мы же не понимаем, как там вообще все происходит. Ну, вот ты подаешь заявку. Тебе отвечают, типа, братан. Я забыл, мне со слабого звена написали. Три дня назад, что приглашают меня на программу. А я забыл им ответить, кстати. Вот это печально. Ну, вот смотри, тебе звонят и говорят, ты едешь в Дом-2. Что там вообще происходит в этом Доме-2? И как ты туда заезжаешь? Тебя везут с завязанными глазами туда на съемку. Да нет, ну, типа, приезжаешь в офис. Там идет кастинг, типа, видео. Там, типа, тебя отбирают. Ну, а там в тот день у нас уже было, мы ехали. То есть мы уже отобранные, потому что у них не хватало народа. И из-за этого они так резко позвонили. Понял? Вот. И ты, типа, для того, чтобы, как все, ты должен это видео записать. Вот. Мы записываем это видео. Вот. И все. Мы оттуда едем прямо туда. И все. Там идет голосование. Ну, там сидишь. Ну, а где тоже, какой вообще? Где метро Тропарева. Вот там оттуда вниз, куда ты едешь. Ну, там, короче, около Тропарева. Вот. Там сидишь, о себе рассказываешь, короче, потом за тебя голосуют, не голосуют. Трое из пяти остаются. Вот. И все. Ну, так получилось. Проголосовали, я остался. И вот. Все. Ну, там, ну, дичь, блядь, там вообще, ну, блядь, телефоны все отбирают. Ну, смотри, ну, там, что там внутри? Ну, вот ты открываешь забор. Там красиво внутри? Ну, там красивый дом. Ну, прикольно. Там прикольно, большая территория. Ну, прикольно. Прикольно. Именно по территории, да, прикольно. Там, ну, ну, да. Там ничего нет, ни зала не было на тот момент. Я не знаю, почему. Его убрали, чтобы время там не тратили участники, чтобы больше на камере играли. Понял? Телефоны отбирают. То есть, ты весь день без телефона только в час ночи на час дают. Это, в 12 ночи на час дают. То есть, ну, если ты первый день... А, то есть, ты не можешь пользоваться телефоном, только в 12 ночи тебе его дают? Ну, только, только, если ты уже больше двух или трех месяцев там, тогда тебе дают еще там телефон, оставляют. А если до двух-трех месяцев, когда ты там ничего не дают. И контракт подписывают с тобой только через три месяца, а так тебе не копить. А, мне знаешь что? Вот сколько я там пробыл, мне заплатили 77 рублей. Реально, 77 рублей мелочью насыпали. А тебе сначала обещали деньги или что? Не-не-не, деньги никакие не обещали. Но, типа, все равно кажется там, что... Ну, либо лучше бы ничего не давали, чем вот так, типа, понял? Мелочью насыпали, бля. Или на карту хотя бы перевели, бля. Смотри, ты приехал, и тебе сразу сказали, ты должен ухаживать за вот этой девушкой, или как это все происходит? Ну, типа, да. Типа того. То есть, ты за ней, в принципе, и не хотел ухаживать, но тебя заставили? Типа, тебе говорят, да, если хочешь остаться, типа, ну... Вот за этой девочкой? Да. И ты такой, окей, она мне нравится, или нет? Да нет, я на второй день уже звонил, типа, в администрацию, типа, можно я уйду сегодня? Они говорят, да хотя бы до голосования, типа, посиди. А почему ты так звонил? Да, ну, там вообще, пиздец, ну, я тебе реально говорю, там как в тюрьме сидишь. Типа, ты слушаешь вот эти, ну, ты садишься за стол и слушаешь вот этих конченых, бля, и они просто на друг друга орут, просто ни с чего. И ты их слушаешь, думаешь, что, ёбнутый? Ну, типа, и зачем? И надо что-то вставлять. Тебе, если ты не вставляешь, тебе может, там, понял, микрофоны... Голос выше? Да, 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 голос выше, вот, понял? И он тебе просто... Бухар, что ты сидишь, давай что-нибудь кинь. Я думаю, блин, зачем? Ну, типа, вообще, ну, мне не интересно, мне вообще... Я сижу там, бля, вот просто втыкаю уже вот так, там делать нечего. У тебя день за три идёт как будто, понял? Погоди, а ты сказал, что они кончены, в том смысле, что они готовы, там, жопу порвать, лишь бы дальше пройти? Мне кажется, да. Чтоб ты понимал, малый со мной зашёл, он, блин, не помню, точно не скажу, ФСБ или КГБ, короче, вот, спецназ, короче. Понял? Спецназ, ну, ты понимаешь, да, такой здоровый, типа, бородатый, ну, такой, ну, по понятиям каким-то, по-любому, да. И мы с ним закентились, так нормально общались, там, ходили на турник, там, ну, и... Ну, мы вместе зашли, получается, мы, вот, двое новеньких. И, короче, какой-то день был, и он просто такой, перед голосованием, да, ну, мне уже без разницы было, ну, сам факт, он такой, при всех, там, все сидят, он такой, прикиньте, а он, короче, вот это вот обсирает, вот, тебя, тебя и тебя, короче, понял? А я это вообще ничего не говорю, ну, типа, это вообще не было, типа, вообще, я говорю, ты что, гонишь, что, блядь? И он начинает, ну, что ты рассказываешь, типа, туда-сюда, и вот такая, ну, даже от него, вот эта вот дичь идет, я думаю, блядь, какие же вы идиоты. Просто идите вы, завтра я уйду, короче, ну, и так получилось. То есть на второй день ты уже решил уйти, но ты же все равно пытался, насколько я видел сегодня, пытался найти какие-то эпизоды с тобой, что ты пытался организовать, там, романтическое свидание какого-то ангела с дьяволом, ну, что было? Ну, там, ну, там, как тебе это все говорят, типа, сделай, сделай, сделай. Ну, она тебе хоть нравилась? Да нет, да вообще, ну, вообще нет, типа, мне из-за этого, наоборот, вот то, что она мне не нравилась, типа, из-за этого мне и хотелось свалить оттуда быстрее. Понял? Типа, мне это вообще калило вся херня. Я говорю, выкидывай. А люди, там вообще какие отношения между людьми? Они там все друг друга ненавидят или как? Да нет, ну, там кто-то общается, и есть нормальные пацаны, там, малый, Даня, вот, он, если нормально общался, типа, он вроде адекватный. Ну, и так, а так, есть адекватные, вроде бы, но ты с ними тоже, понимаешь, если бы я с ними общался долгое время, может, я что-то понял, а так, нет. То есть ты просто пришел, за тобой постоянно следят, за тобой постоянно палево, в туалетах, наверное, тоже камеры там везде в душе. Да, да, вот что, прикольно. Но там какая-то тема, что ты, когда на толчок садишься, она вот так отворачивается, понимаешь, автоматически. Я не знаю, как это происходит, но вот так. То есть одно того, как садишься, не отворачивается? А, нет, когда подходишь к толчку или к ванну, ой, к душу, и она вот так разворачивается, короче. Я там не знаю, как это происходит, но вот так. Я сначала не понимал, и вообще даже ее не видел, а потом мне пацаны объяснили. Какие-то там были эпизоды, когда там кто-то чуть не подрался? Ну, прям вот вообще грязь какая-нибудь была за эти пять дней, пока ты там был? Ну вот, вот этот вот КГБшник, ФСБшник, я не помню, кто он. Вот, я ушел, и он же там, он там малого просто в крысу как дал, потому что он ему там, ну, всю рожу разоротил. А ты уходил оттуда, за тебя проголосовало, по-моему, 22 человека, но и то там кто-то получил иммунитет. И я читал выдержки из этого «Дома-2», что ты вот эту какую-то девушку, за которой ухаживал, ты ее, во-первых, сказал, что ты пытался за ней ухаживать, но она на тебя не обращала внимания. И на лобном месте, насколько я понимаю, ты ее послал. Да, ну это не так было, нет. Там типа, я, короче, я, короче, говорить начал. Там же много, ну, там же мат не вставляют, ну, ясен пень. Вот. И, короче, мы сидим, когда уже вроде, ну да, вот, там за себя нужно слова какие-то говорить, понял, чтобы тебя оставили. И я начинаю разговаривать просто с участниками, типа, что-то, какие-то вопросы задают. И она мне какой-то в поперек вставляет слово, которое меня жестко выписало. Я не помню, что она сказала. У меня там, у меня крышу как снесло, я как начал орать на нее. Типа, пошла ты, ну, пошла ты. И матом, короче, я начал поливать. Типа, все, короче, я ухожу. Типа, и вот в этот момент я вот, ну, говорю, я ухожу туда-сюда. Вот. И у меня Кадони, Кадони, да, меня спрашивают, типа, как ты охарактеризуешь ее одним словом. И я такой, конченая. И все. И, типа, вот, и вставили только конченая, понял? А остальной матом, конечно, вырезали. А почему ты так ее назвал? По какой причине? Потому что она реально, ну, она реально конченая, блядь. Типа, на камеру одно, типа, после камеры. Ну, короче, они все такие, играют очень жестко, типа, прям вообще. То есть на камеру, вот, Гузова та же, она приходит. Ой, ребятки, привет. А просто камера выключается, она такая. Сережа, где кофе? Ну, такая, понял? Ну, конченая. А, то есть, когда, типа, она приходила, она же была ведущей тогда тоже. Вот, она приходила. Четыре, четыре. Орлова, Бородина, Бузова и Кадоник. То есть, когда приходила Бузова на экран, да, когда разговаривала под камерой, то очень приятно, да, общалась. А как только камера выключалась, типа, Сережа, и не обращала на вас внимание? Да, да, она даже не здоровалась, когда приходит, она не здоровается. А камера включается, говорит, нет, ребят, вот так. Она может быть, понял, я вот тут, вот, лежу, да, и вот она зеркало. То есть, она будет вот так стоять, она ни с кем не поздоровается, пока камера не... Ну, не скажут мотор. То есть, мотор, она прям сразу, давай, ребятки, ты куда-то сюда, вот так. Ну, и такие они почти все. И Бородина, и Орлова такие же? Нет, но про них я не знаю, ну, потому что я так их с ним... Именно вот этой съемки, вот как с ней было вот так, ну, не то, что близко, то есть, другая съемка была в формате другом. То есть, когда на лобном месте, там же сразу камеры включены, и они приходят уже на включенной камере, и ты же не поймешь этого. Вот, а с ней была такая съемка, которая, где она полчаса где-то вообще с выключенной камерой находила, понял? Вот, и про нее я могу сказать, а про них не могу сказать. То есть, она тебя прям разочаровала, Бузова, прям на сто процентов? Ну, выбесила, да, жестко, типа такая, ну, дура, шоль. Как разговаривать? Ну, она жестко разговаривает со всеми, кто там ее красит, там, с вот этими всеми, кто там... В смысле, что она может сказать? Ну, так грубо отвечает, понял? Не то, что матом там, но грубо, типа такая, на... Ну, что, типа она суперзвезда, а они все челли, да? Ну, типа того. Да. Понятно. То есть, предоставь тебе возможность еще раз... А ты когда уходил, ну вот тебя выгнали, тебе в ухо что-то говорили в тот момент, когда ты посылал там кого-то на... А там в ухо нет, там нет уха. А, нет уха. Если было, так по-любому мне говорили. Мне сбоку пацаны говорили. Что? Тебе никто не пытался из пацанов предъявить, там, типа, как ты общаешься, там, втащить тебе или нет? Вообще ничего. Да они все понимали, они даже мне говорят, красавчик, хоть кто-то, типа, осадил. А она сама что сказала после съемок? Ничего? Не, ничего. А там же как происходит, типа, заканчивается и... Ну, тебе говорят, типа, мы счастливы, вот это, понял? До свидания, типа. И ты все, выходишь к администрации, вещи собираешь, уходишь. Ты сам в дом не заходишь со своими вещами? Тебе их просто выносят? Заходишь, но... Ну, там же как, ты там понял? Одна сторона пацанская, вторая, ну, девчачья. И, типа, я зашел, прям сразу забрал вещи и все. Ну, мне же на камерах нельзя появляться. То есть, понял? Я по-быстрому, то есть, забираю вещи. Я там очень много вещей забыл, кстати. Шмоток очень много, блядь. И потом так не отдали. Не отдали? У-у. А что сказали, почему не отдали? Ну, я не помню, кстати. Там что-то нельзя было в какие-то дни приехать, в какие-то... Я не мог. Ну, и, короче, вот так получилось, что я таких там... А 77 рублей тебя как перевели? Ну, просто дали там, прям на месте. Когда... Там, короче, водит... А какой заработок? А они объяснили, почему именно 77? Нет. Ну, там мало... Просто мне бумаги оставил, насыпал. Я сначала не понял. Он говорит, подпиши вот здесь. Ну, я почитал, что это за тема. И, типа, заработная плата там за вот проведенное время туда-сюда. 77 рублей. И ты подписываешься, забирай. И тебе дают водителя. Тебе дают... Ну, зато тебе, да, дают водителя до твоего местного назначения. Типа. Вот у меня до сих пор поведет. Ну, и он мне, кстати, он мне говорил, все люди, кто там больше месяца пробудят, все, они все кончены. Какие у тебя дальше планы в медийном футболе? И, может, ты все еще хочешь залететь в Тудроц или залететь куда-то, я не знаю, в деньги? Вот что бы ты выбрал? В прошлый раз ты говорил, что Тудроц выбираешь. Если, ну, пацаны адекватно пообщаемся там туда-сюда. Почему нет? В любую команду. Я никому плохо не отношусь. То есть, вообще, на медийный футбол, конечно, ну, огромные планы. То есть, сейчас будет скоро проект очень интересный. И, ну, потом его, про него будем говорить. С ребятами, которые вы все знаете. Кто еще? Команду. Команду, ну, у меня уже есть там парочку предложений. Тоже из команд, которые вы знаете. Но просто тоже говорить не буду. Вот. Скажи мне, кто тебя прям разочаровал из этого мира блогерского футбола за все то время, которое вот ты сейчас провел здесь? Разочаровал? Да. Да никто. Ну, кстати, наоборот даже. Сипска на лучшую сторону. Да? Типа, я думал, он меня будет засаживать жестко. Потом, после. А он не, он нормально. Но мне казалось, я им не нравлюсь. А он, наоборот, даже меня, типа, защитил. Типа, то, что я про серию А. Но он только неправильно сказал. Типа, то, что я сказал про серию А. А, это серия С, группа А. Типа, вот это. Это не про это я говорил. Ну, типа, он так подумал. Ну, типа, он все равно меня, короче, защитил, по сути, перед подписчиками. Но все равно неправильно. Ты не думаешь, что он просто так рофлил? И, типа, наоборот, так издевался скорее? Ну, может быть. Как мне показалось, все равно нормально. Прямого ничего не было ко мне. И вроде там более-менее нормально. Не знаю. Как ты... Ну, я думал, о нем хуже, короче. Вот что ты можешь сказать, чтобы подписчики, и не только подписчики, но вообще люди, зрители блогерского футбола, тебя проще понимали. Потому что ты достаточно ярко зашел, использовал достаточно ярко частые фразы, где-то немножко утрировал там, или забывал там добавить серии А, например. И начало какое-то такое, в том числе, отношение формироваться, что вот Бухар, ему вообще без разницы, что говорить, что делать, он исключительно за хайп, и ему вообще все равно. Ты не боишься, что с такой позиции ты можешь проиграть и оказаться в какой-то момент никому не нужным? Да не знаю. Да, в чем? Почему? Ну, я же... Ну, смотри, ну давайте просто распишу. Ну, вот, допустим, в тот момент, когда ты говоришь в Амкале, что сейчас для тебя Тудроц предпочтительнее, для тебя может закрыться дорога, например, в Амкал, на какие-то дополнительные просмотры. Да нет. А, вот, кстати. Когда ты говоришь про Дротов какие-то вещи, то Жека может сказать, что все, типа, никогда ты не окажешься в Тудроц. И так далее. Я вот, кстати, вспомнил про что-то, вот, ты говорил про то, что я говорил, что я рофлю, про что именно. Вот, я вспомнил и то, что про прямой эфир. Так же, ну, это же понятно было, что это рофл был. Я же разговариваю с пацанами с Амкала, которые видели это все, то, что я говорил, и, кому он, типа, какой, блядь, правда. Про, когда были мы, помнишь, на эфире? Да, да. Когда я говорю Дротов, вот, про это я забыл, вот, как раз-таки, вот, про этот момент еще. Ну, и про, именно подписчикам я про вот это говорил. Понял? Ну, да. Вот теперь все. Вот теперь все. Вроде сказал. Ясно. Ну, ладно, ты молодец, что несешь свою повестку, что... Пытаешься разговаривать на эти темы, не стесняясь объясняя свою позицию, вот. Так что мы тебе все желаем удачи большой в блогерском футболе. Выработать какую-то позицию определенную, потому что тоже парень молодой, а много молодых парней в этом блогерском футболе иногда получали много хейта. Это не только радость здесь находиться, потому что, как ты видишь, здесь достаточно быстро могут съесть, или достаточно быстро можно, наоборот, получить известность. Так что действуй с головой, будь аккуратен и будь молодцом. Это не просто нам было, так что это... Но вроде разобрались. По серии больше вопросов вообще нет никаких. Ну, да. Все, давай. Давай, пока. 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 Пока.